Сегодня речь пойдёт о наших дальних родственниках из отряда терапсид. Их клада тереодонтов включает три подотряда – тероцефалов, горгонопсов и цинодонтов, а последние являются предками млекопитающих. Но сегодня есть повод поговорить о тероцефалах и горгонопсах, потому как три типовых вида из Кировской области России были описаны крестьянам Каммерерам, палеонтологам, специалистам по пермским и триасовым позвоночным, а также Владимиром Масютиным, научным сотрудником Вятского палеонтологического музея. Стоит отметить, что один из видов, а именно вятка горгоны Вахненко, уже описывался ранее академиком Леонидом Татариновым. В новой работе описание проводится в контексте с новым видом ночницы гимеденс. Начнём с горгонопсов или зверообразных. Горгонопсы, эти хищные терапсиды, жили в конце пермского периода, 260 млн лет назад. Большинство находок сделано в Южной Африке, где они были более крупными, чем в России. Но в тот период континенты выглядели иначе. Территория современной России в Лавразии, а Африка в составе Гондваны. Название подотряда происходит из греческой мифологии, от чудовища со змеями вместо волос. В России горгонопсы известны ещё с 1898 года из Оренбургской области. А в Африке первый одноимённый род горгонопса был описан в 1876 году. Из африканских находок ещё известны цианозавр, клеландина, элурагнат, целинопс, рубиджия, арктопс, диногоргон и арктогнат. А из российских иностранцевия, заврактон, зухогорн, православливия и вяткагоргоны Вахненко повторно описаны в новой статье. Чтобы у зрителей и читателей не возникало ассоциации по поводу православливии, стоит уточнить, что описал её как вид иностранцевии геолог-палеонтолог Павел Александрович Православлиев в 1927 году. Ночница гиммеденс Новый типовой вид назван в честь ночного духа из славянской мифологии, проведя территориальную аналогию с горгоной. Ночницы были женского пола и нападали на детей перед сном, они известны ещё под именем Криксы-Плаксы. А приставка состоит из двух латинских слов «геминус» и «денс» из-за сдвоенной формы зубов, чем и отличается от других видов. Находка была обнаружена директором музея того времени Альбертом Юрьевичем Хлюпиным в 1994 году, недалеко от хутора Чижи, в 13 километрах от города Котельнич, ниже по течению реки Вятка. Хоть ночница и примерно одного возраста с южноафриканскими представителями горгонопсов, морфологически по описанию она более ранняя, длина черепа около 10 сантиметров, не самый крупный экземпляр. Тероцефалы, более распространённые находки в России, отличаются от горгонопсов тем, что их челюстная мускулатура расположена ближе к задней части черепа, и они приобрели больше черт схожих с млекопитающими. Эти саблезубые зверушки достигали двух метров в длину. Описываемый вид вместе с ценодонтами объединён в группу эвотеродонтов. Известные находки в России из Оренбургской области Сылаказух, простагнат из Татарстана, анатероспит из Архангельской области. Кстати, этот род геолог и палеонтолог Владимир Прохорович Амалицкий назвал изначально Анна Петри в честь своей жены Анны Петровны, но немецкий палеонтолог Оскар Кун позже переименовал за несоответствие правилам. Также в России были находки Масхавайтсии из Нижегородской и Владимирской областей и Вятказух, как описываемая находка из Кировской области. Здесь также был обнаружен род перплексизавров, а из Южной Африки известны такие находки, как Кириагнат, Масхарин, Эучамбесия, Баурия и Эрициолацерта. Горыныч. Типовой вид Горынычу с Масютиной был описан на основе почти полного черепа, частичного скелета и двух дополнительных фрагментов, обнаруженных неподалеку от села Нижняя Ватская Котельнического района той же Кировской области шумовым Ильёй Сергеевичем, палеонтологом Вятского палеонтологического музея в 2008 году. Первая часть названия, как уже все догадались, в честь змея Горыныча, но не обошлось без хитрости, потому как в английском языке слово гори означает окровавленный, а продолжение слова в комплексе с древнегреческим латынью даёт зуб и коготь, что в итоге дало кровавый зуб и коготь, а вторая часть в честь Ольи Масютиной, которая обрабатывала находки. В итоге Горынычус оказался самым крупным тероцефалом с длиной черепа в 20 см. Эти тероцефалы в своё время доминировали в пищевой цепочке, и лишь после их вымирания доминирующую позицию заняли горгонопсы. Камерер также акцентирует внимание, что на территории России доминирующие были дельтовятия длиной до полутора метров и пареиазавры длиной до двух с половиной метров, а главным хищником была иностранцевия длиной 3-3,5 метров. В то же время в Африке доминировали гицинодонты и терапсиды, а фауна котельничья отличается большим разнообразием тероцефалов и других терапсид. А подытожить всё это можно тем, что мелкие тероцефалы или скалозавриды были насекамоядные или всеядные. А по недавним майским сообщениям учёных гены хитиназы, координирующие ферменты, способные переваривать экзоскелет хитин насекомых, присутствовали в пяти функциональных копиях у предков всех плацетарных млекопитающих, вплоть до конца мелового периода. А многочисленные псевдогены хитиназы есть и у людей. Так что глядя на меню людей в некоторых странах не удивляйтесь, даже если и вас потянет на кузнечиков. На этом не прощаюсь, не забывайте подписываться и оставлять комментарии.